язычу всем доброго дня этим разом прокладем маршрут у одну со славных вёсок гродженьшины спадеемся вы станете ся нашими сподорожниками на шляху наперед у минула а 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 Мы проспелный час сострекаемся в Минской студии. Этим разом будем разом справлять улазины новоселья у Квасоуцых родинского района. И натурально надавать новое житё давнишней песни. А позже мы займутся композитор Сергей Сухомлин и фолькбенд «Неруш». Фолькбенд «Неруш» – проект заслуженного фольклорно-этнографичного ансамбля «Неруш» Белорусского державного университета. Был заснован в 2013 году. Мастацкий керавник Валентина Гладкая. У репертуары коллективу белорусские народные и популярные песни в стиле ретро. «Подъезжаем мы до села, заиграй, дуношка, весело, заиграй, дуношка, весело, Каб наш осяло весело было, Каб наш осяло весело было, Каб наш каравай зелен был, ПЕСНЯ Домовик, домовик, не заставайся в старой хате, иди с нами в нашу новую хату. Нехай тебе будет каша смашная, хлеб, соль и парадок вечный. Господа Рбатюхна, приходь до меня в гости, хлеб, соль есть, ты мою королку песить. Ну а зараз вы, шановные сябры, дорогие наши гости, заходьте в нашу хату, Да хлебом нашим частуйтесь. Дякую, дякую, великим. Да рыться, калиласка, кто ковалок, кто два, кто койки можно. Дякую. Ну а зараз запрашиваемся им до нашего стола. Вы не поверите, али мы увезцы, везка называется квасолка. Яна упершиню сгадывается у документах Гродинской королевской экономии. Алиюсь меркование, что везка и сновала ранее, король Реджи Посполитой Стефан Батория поселил тут своих подданных. Низдарма у самым расповсюдженным прозвищи же хоров везки дюрць венгерские корони. Назва храгородка видовочно походить от слова квас. Напевно, вельми смачным варыли его наши протки. Однако корень квас означает не только напой. У квасолцы выдатно квасили капусту дыгурки. Ой, какие добрые столы накрыли. Каб каждый день таки стол накрывали. Дякую вам, дякую. А че долго место шукали, где хату поставить? А не, не долго. Пойшли до тетки Ганны, а она каже, возьмите кару и занесите, покладите на то место, где хату хочется побудовать. Ну и мы пайшли с той стороны, с баранова спочатку хотели хату поставить. Положили тую кару, приходим через три дни, поднимаем кару, а там мурашоу, мурашоу, дырозных слизняв. Пошли с другой стороны, со стороны свислача думаем. Положили кару, проходим через три дни, глядим, поднимаем кару, а там травичка зеленит. Хатку побудовали, вас позвали, доброе, что вы до нас сегодня завитали. Разом посядем, отбочнем, мы песни к крыку поспеваем. Конечно, поспеваем. А лишь пригожая и светлая у вас хата. Самое доброе, что батьки помогали хату будовать. Конечно, батьки, с Божьей помощью хату поставили. Правду, правду кажут, не те богатые паны, что гроши мают, а что Бога знают. За солнцем не бачу, за ветром не чую. Заня добрым мужем дома не ночую. Заня добрым мужем дома не ночую. Песня. 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 У Лазины. У Лазины. У в охоту новую хату. Доволи лёсовызначальная падея в житии молодых. Ладили обрать частей на полню, каб хата была полной хлеба, грошей, дятей и сбожа. Найперш житлу приносили, так бы мовить, ахвяру. Упускали катады пелня. Каб яны взяли на себе зло, что могло поселиться в новой хате. Якие ше ритуалы варта здесь снять, мы доведаемся одразу после того, как завитаем на пелный час до Сергея Сухамлина и фолкбэнда «Неруш». Отлично, ребята, давайте сделаем паузу. Все хорошо. Мы не везде будем петь повторы, для того, чтобы не удлинять песню, чтобы она не утомляла, хорошо? Да-да-да, конечно. После первого куплета мы сделаем небольшую импровизацию, которая в вашем случае будет исполняться группой, ту, которую мы разучивали. Поэтому давайте споем первую часть нашей песни и споем импровизацию после первой части. Это до куплета «Не потасить шея ты»? Да. Хорошо. Вместе с этим отыгрышем после первой части. Хорошо. Ветер дуба хистае, ветер дуба хистае, ветер дуба хистае, хистае, хлопец девку пытае. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМЯ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОСТИНОМ ЯЗЫКЕ ГОСТИНОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГРОДЦЕНСКАГО РАЙОНА А ЯЗЫКЕ КВАСОВКА СЛАВІЦАЯ ИК ЦЕНТР МАСТАЦКАГО ПРОМЫСЛУ РУЧНОГА ТКАЦТВА СЫРАВІННОЙ ДЛЯ ЯКОГА БЫЛИ ЛЁН И ВОЛНА УСЕ ПРАЦЕСЫ ПА ПРАЦОЦЦЫ СЫРАВІНЫ ВЫКОНВАЛЮ УРУЧНУЮ ЯЗЫКЕ АДНОЕ СТАРОЖИТНЫЕ МАСТАЦТВА БЫЛО РАСПАЦЮДЖА НА У ВЁСАЧЦЫ МАСТАЦКАЯ ПРАЦОВКА ДРЕВА САМАДЕЙНЫЙ РАЗБЯР СТАНИСЛАУ БЫК ЖИЛ И ПРАЦОВАУ НА КВАСОВСКОЙ ЗЯМЛІ ЯГО РАБОТЫ ЗНАХОДЯЦЦА У МНОГИХ МУЗЕЯХ БЕЛАРУСІ И НАВОТУ КАЛЕКЦЦІЙ ФРАНЦУЗКАГА ПРЕЗІДЕНТА А ЯЩЕ КВАСОВКА МАЛАЯ РАДІМА СТАРШЫНІ КАЛГАСА ГЕРОЯ БЕЛАРУСІ ВІТАЛІЯ ИЛІЦІ АКРАМКО ЗАРАЗ КАЛГАС НОСІЦ ЙАГО ИМЯ А ШТО ЗА ТАНЩЮ? ДАВАЦІЦІ ЛИСАГО ВУРЕЗАМ! ОЛЬКА УЛЕВА! ДАВАЦІ ОЛЬКА УПРАВА! ДАВАЦ唾А ДАВАЦІ Крус! Ручеек! Проволка! Звучит музыка! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Робим еще один припинок, вертаемся в столичную студию. Одним из отметных ритуалов Лазино было перенесение со второй хаты огню с вугольным в горшку. Ем одразу господиня мусила распалить печь. А прочтаго обовязково брали с собою качаргу, чапялу, лопату для хлеба – усе атрибуты доброго заможного життя. У нашей студы гуко-запису так само усе необходные для доброй справы атрибуты у наявности. Вот и поназираем те удалые, где работа по пероопрацовцу песни у композитора Сергея Сухомнина и фолк-бенда «Неруш». Не пытайся, чия-я, не пытайся, чия-я, не пытайся, чия-я, не пытайся. Ребята, одну секунду. Не не пытайся, не пытайся. Нет, нет. Да, еще раз. Сначала этой части куплета пропускаете то место, где поет солист, и поете дальше, там, где поет весь коллектив. Не пытайся, чия-я, да? Нет. А я у батька один сын. Нет, нет, нет. Не пытайся, чия-я. Вот. Правильно, правильно. Что и по муру, что и по муру, Что и по муру-муру синему Там плавала, там плавала Там плавала стадо белых лебедей Там плавала стадо белых лебедей Сам малыми, сам малыми Сам малыми лебедятами Сам малыми лебедятами Откусялся, откусялся Откусялся си за белый орул Откусялся си за белый орул Разберел стадо Разберел стадо Разберел стадо Дай по сеняму муру Одной из наиболее зауважных славутостей в Велске Квасовка З'является вот этот костел беззаганного зачатия Найсвятейшей Панны Марии Фундационный документ на будовництво Дравлянного храма Выдау 2 лютого 1626 года Литовский надворный маршал Крыштов Весяловский У 1747 по загадзе короля Августа Третьяга На месце разобранной святыню Звяли новую, так сама с древа Дозвол на будовництво нового мураванного костела Парафияне отрымали у 1856 годзе Арган выканал Флорияна Страмецке У 80-е годы 19-го стагодзе Летом 1944-го Пад час военных дейню У арган трапил артиллерийский снарад И только в 1997-м годзе Был сделан ремонт А драмантованный арган Был освечен бискупом Александром Кашкевичем Дарим вон в этой половине Панны тут мягко ходить было Дякую велике, дякую Бывайте здоровы Жилище багато А мы дарим зерния Как ваша карта была полна хрена Дякую, дякую, дякую Дякую, уважаемые Приходьте до нас в частей Не минайте наши хаты А я вам дарю дякушку Как у вашей хати было тепло Дякую, дякую Дарю вам гроши Каб ваш век был хороший Ох, дякую Дякую вам за гроши О, вот халат Дякую, великий, дякую А я, дорогие дарю Афераночку, как у окна вам не заглядали И образик, как на хокоть повесили Дякую, 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 держи Дякую, 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 дякую О, мои хорошие Дякую, 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 дякую ту, которую мы с вами разучили, и вставить ее в эту песню, чтобы немножко разнообразить и приблизить это звучание народного коллектива к сценическому эстрадному звучанию, причем к классическому эстрадному звучанию. А я у батька один сын, один сын, погулял бы хоть бы с кем. Ой, на горе, два дубки, ой, на горе, два дубки, ой, на горе. Спасибо большое, все получилось. Я думаю, теперь, когда мы все это вместе сведем, будет очень красиво, благодаря, именно благодаря вам, вашему коллективу и вашему руководителю. Мне было приятно с вами работать, спасибо. Вот с такими урочистостями ранее справляли у Лазины, новоселье на сучастный лад. Мы пагастевали у Квасовцы, а тем часом у Минской студии завершили работу над новым обличчем старой песни композитор Сергей Сухамлин и фолк-бэнд «Неруш». Слухайте, як с гэтага моменту будзе гучать а на горы три дубочки и вертайтеся про стыдень. Накеруемся на полночь у везку гута Постаусского района на Покровске вечерке. Обецаю цікавую вандровку. Убачимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok